Итак, привет, с вами ДопК, мы продолжаем играть за нашу Британию в изгнании, ранее Канаду, и продолжаем, мы готовимся к возвращению на родные острова, но вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, у нас тут еще есть пара войн, которые надо закончить, поехали. И окружаем очередные афганские дивизии и, самое приятное, немецкие. И у нас уже на самом деле 41 фабрика, это солидно, и сейчас еще забустим ящики для строительства, что очень неплохо, и 10 скорости строительства, тоже хорошо. И потом же, я думаю, пойдем в науку. И я только начал планировать всю выставку, как французы сами начали высаживаться, и как будто успешно, но в любом случае мы не будем останавливаться в подготовке. Британский изнанник арестован за убийство своей же сны, а также изгнаницы. Я думаю, давайте влияние уменьшим, суд пускай дойдет до конца, действительно, все должно быть, ну, достаточно честно, я полагаю. И я уже иду за Кабулом, потому что подозреваю, что, скорее всего, так же, как у Индии и Дали, Кабул у Афганистана должен капать его полностью, и скриптовый мир делать, наверное. И просто есть шанс, что они станут, так, торговое соглашение, конечно, да. Есть шанс, что они станут доминеном в Афганистан, это было бы неплохо, в целом, я думаю. Поэтому, пускай армию они сохраняют. Жалобу на сносове в трудовых лагерях. Эти люди должны быть благодарны за то, что у них вообще есть работа. Абсолютно справедливое замечание. И слушать, а в Афганистан, походу, вообще капнет, потому что, ну, он вообще не спешит как-то скриптово мириться, так что, ну, ладно. Честно говоря, в Новой Англии приходит к власти Lovecraft. Посмотрим. В принципе, это достаточно, вроде, сильные партии. Они должны себе получить какие-то бафы, чувствуют себя нормально. Другой вопрос, куда они пойдут? Вне зависимость, либо же верность. Ну, я нажал кнопку, чтобы они были, наверное, верными. Но я не уверен, там может работать, и наоборот, это может быть затролка. Кто, как говорится, знает. Эта Афганистан просто взял и капнул. Возвращаем Британию, точнее, Доминион, Индия. Британские, вот эти будут национальные территории наши. Из нашей Британии их национальные территории. И в Афганистане делаем номер. Да, создаем здесь. Я надеюсь, они пойдут по фокусам вот этим. По идее, Толеренс и Панамок нам присоединятся в экономическое объединение. По идее, должны пойти сюда. В Испании, если что, закончилась, точнее, даже не началась, видимо, гражданская война, либо она уже закончилась, но, по-моему, не начиналась. И они точно не присоединятся к нашим противникам, то уже хорошо. Здесь тоже у нас противников не будет, и пока что наш Альянс выглядит очень уверенно. Я думаю, пора готовить какие-то силы против Синдиката. Также здесь давайте сделаем выставку и попробуем все-таки, наконец, их добить. Наши силы, я надеюсь, уже справятся. И там Северя застакалась, вместе с нами еще и Астролазия тоже высаживала. А Токголин хочет присоединиться к нам, без проблем, я только за. И еще мы получаем учение норвежского спецназа. Приятный бонус. И здесь произошел белый мир, мне это не устраивает, поэтому будем с этим разбираться. Я, видимо, слишком долго воевал. Я реально не знаю, откуда, но откуда-то у меня просто гигантское количество немецких винтовок. Видимо, их надлезила Германия, Афганистан, не знаю. Выглядит странно, но что можно сказать, я их просто продаю. Ну, это, кстати, суперудобно. Вообще, у меня достаточно много разных винтовок тоже, опять-таки. Откуда они все появляются и вот эти танки, тоже все это не ясно. Типа, я так понимаю, это, наверное, Германия получила от своих марионеток, и у нее в дивизиях были одни. Не знаю, очень странно. О, еще здесь тот же самый баг, что и вот обычно. Я так понимаю. Хотя, может, я ошибаюсь. В общем-то, есть баг с скроллом, наверное, это он. Хотя, может, просто странно посчиталось все, не знаю. В любом случае, продаем, и сейчас будем потихоньку получать себе топ-строительство. У нас уже очень много фабрик. Я думаю, пора с ними заканчивать и начинать строить военные заводы. Благо, инфраструктура у нас здесь просто шикарная уже. И слотов тоже очень много. А будет, по-моему, еще больше. О, я думаю, знаете, что нам было бы неплохо взять? Я сейчас взял эту скидку на корабли и, в принципе, возможны верфи, потому что у нас с ними проблемы. Но перед этим я обязательно хочу добавить ресурсов, потому что с ресурсами у меня тоже сейчас однозначные проблемы. Но вообще там исследования будут безумные. Сейчас выкачаем вот это. У нас сразу есть стопроцентные бафы на следующие два исследования. И мы еще вот здесь вот получим 10% попозже. Но сейчас, да, хочу ресурсы, чтобы все предводилось получше. Греция к нам приходит. Это действительно неожиданно, но приятно. О, смотрите-ка. Тусовочный день короля Эдуарда подходит к концу. Из романа с принцессой Изабель Орлеанской, дочерью орлеонистского президента. Раски в Алжире, да. Вообще-то проблема, я так понимаю, именно в религии. Надежный выбор. Нам дают дебаф, но я так понимаю, если бы мы сделали другой вариант, то было бы все еще хуже. Там, насколько я помню, вообще кто-то не каких, как сказать, королевских кровей. Ну и нашу первую сталь апаем. У нас все еще будут проблемы со сталью, но потихоньку будем ее решать. Рядки в лагере. Лагеря беженцев. В беженцами, да, надо что-то сделать. И Греция нас просит помочь против вот этих стран. Это очень интересная просьба, скажем так. Действительно интересная. А я не против. Я не против. Наш экспедиционный корпус. В принципе, давайте, наверное, пока что вот так. Готов помочь. И нам предлагают, чтобы они все нам помогли. Так, Румыния, Сербия. Это поздновато. Хотя, конечно, мы с ними не воюем, но потом там все может произойти. Наш арми уже здесь. Греция сделала правильный выбор, доверившись Антансе. Ну и начинаем пушить Болгарию. Благо, да, наших сил хватает. Да и Болгарию, в принципе, уже там другие страны тоже успешно подпушили. Мы лишь немножко поможем Греции получше свои позиции сделать. Итак, грядет новый принц, увидим. Королевская сквадьба и популярен столько растет. Так что это хороший был выбор. И закончилась война, судя по всему, победой. Война только в Сербии, конечно, многовато получила. Но, ладно, пока что все войска, я думаю, останутся как раз таки в Греции. На вот этих позициях посмотрим сейчас, как будут развиваться события. Итак, у нас имперская служба, обещание, пропаганда. Можно поставить его в голове. Катаке. Но я думаю, у нас и так все окей с этим. А вот в нашем проекте за рупюшом это звучит полезно. Да. Нет, да, у нас креет беженцев из США. У нас огромный прорезонаселение, но проблемы с припасами, политкой и стабильностью. Это значит, что мы сейчас доделаем вот эти фокусы. Возьмем фокус на фабрике последней. И идем делать фокусы на Америку. Ну и пока что в мире все тихо. И посмотрите, насколько наша экономика выросла. Уже сейчас будет 30-ка военозаводов. 50-60 фабрик. Единственное, у нас очень не хватает ресурсов и мэн-пауэра. Но с этим мы как-то потихоньку будем справляться. К примеру, возьмем этот фокус, который даст нам, во-первых, новый закон, а во-вторых, еще плюс 3 сверху идей. Было взять, наверное, это пораньше, но возьмем сейчас. И у нас колонизирует Бичуана Ленд. Я, честно говоря, не очень понимаю, что это, поэтому плевать. И так как мы, в принципе, там все сделали, давайте пойдем решать, наверное, вопрос, наверное, сначала с флотом. Я бы хотел флот поулучшать и доделать авианосцы, и начать немножко строить какие-нибудь линейные крейсеры, либо, может, просто легкие крейсеры. Ну, в общем-то, чуть-чуть поделать фокусы. А тут, смотрите, бафы приятные. Тяжелые корабли минус 15%. У нас будет в логе скидка, звучит супер приятно. На все остальное еще минус 10. Ага, и фокус, я так понимаю, это мы выбираем один из ВВС. Да, флот, либо армия. Ну и армия выглядит абсолютно беспилезной. Скорость планирования и стоимость хобу на доктрине такой, всем, что доктрину мы закроем. Планирование плевать. И расход припаса 5, это пыль. Это, на самом деле, самые сильные бафы из всех, что здесь есть. Но я, наверное, возьму авиацию. Потому что 10% скидка на авиацию тоже очень сильно. Ну и плюс там АС, это уже. АС, это, как говорится, очень хорошо. И охранение, либо крупные корабли. Это, кстати говоря, хороший вопрос. Но я вижу, что это изгнанники. Давайте за них и проголосуем. И возьмем всегда скидочку на постройку. И возьмем, наверное, еще верфи чуть-чуть. Так, царь обращается к нам за поддержкой против османов. Допустим. Марш на Оттаву. Закроем лагеря, либо мы лучшему славяне. Ну, закрывать куда, ребята? Скорость строительства нам очень нужна. Существу говоря, все еще продолжается гражданская война. Из-за чего ребята не могут с дивизиями ничего делать. И сибирская армия движется на запад. Ну, то я чувствую, что вот эта вот огромная куча дивизий будет только мешать Россию. Да, Россия погрязла в гражданской войне. Она выйдет из нее очень нескоро. Посмотрите на прогресс. Очень уверенно они начали. Видимо, они задали территорию сначала. И теперь... Слушайте. Может, это та самая игра, где бот на транссибирской вот этой вот стране сможет? Шансы реально хорошие. Ну, смотрите-ка. Ромовая паёка у нас имеется. Тупик развитие пристрации к алкоголю. Ага. Прекрасил выдачу Рома. Я думаю, нужно покончить с Ромом Пайком. Она должна быть дисциплинированная армия и дисциплинированный флот. День черного тот-то. Что мы будем делать с трезвым моряком? Были видите, подняты бокалы. Было грустно, но... Хаоса не будет. И получаем опыт флота, да? Наш флот теперь будет дисциплинированным. И давайте начнем двигаться через Атлантику. Пока что с Америкой не уверен, как мы что будем делать. Тут пускай продолжается война, а мы пойдем в вот этот фокус. И, возможно, постараемся забрать себе Гренландию, Исландию и там, что меня больше всего интересует, короткие ресурсы. Желанный союзник. Ух, неоправданный риск. Утранационалист. Давайте попробуем. И мы открыли новое решение на ресурсы. Сейчас жестко прокачиваем все ресурсы. Даня отвергла. Нам не оставили другого выбора. Оккупирована. Прелесть. Даня отказывается, когда захватывает себе первый остров. Но с Исландией не получилось, да? Ладно, хотя бы это мы получили. А нет, Исландия, смотрите-ка, подчиняется. Да, да. Прекрасно. И то, и то мы по себе получим. И теперь то же самое в Исландии по фокусам. У нас есть какое-то решение на... Делать, видимо, национальным. Да, прелесть надо будет обязательно сделать сейчас. Слушайте, кризис бенжерцев, конечно, тема плохая, но прирост населения идет очень солидный пока что. Так что мы, конечно, по политике проигрываем, но по населению небольшой буст получим. Потому что 50% это, ну, действительно немало. Австралазия покидает Антанту. Мы действительно возмущены, я не могу сказать ни от других слов. Это был очень важный наш союзник в Азии. У нас теперь в Азии все очень ненадежно, я бы сказал. Что ж, я полагаю, пора заняться Америкой, обезопасить свой юг, прежде чем идти через океан. Начинаем мы дебаты об интервенции. И там уже началась войнушка. Коня напала на Германию. Тально-восточная, кстати говоря, правительство Преамур полностью состоит в сфере Капра Цветания. Что их неплохо бафает, на самом деле, я думаю, они действительно с этим могут и победить. Хотя, опять-таки, Россию недооценивать не стоит. Она очень сильна, и это она еще не сделала некий фокус, потому что она все еще в гражданской войне как бы состоит. Тут вряд ли есть какие-то, каких-то много, да, хороших фокусов во время войны. И теперь лизатский ультиматум, теперь еще с Францией. И теперь вопрос, что будет делать наша Франция. Потому что наша Франция технически может взять и напасть. Она так любит. Вот, смотрите-ка, охрана просит поддержки. Что, если это означает войну? Да. Мы будем пытаться до конца сохранить, собственно говоря, Астролазию. И звонок ковать. Ага. Почему так еще не началась? Мы готовы. Возможно, он прав, и мы зайдем к этому, и мы готовы. И что ж, и тут параллельно... Это параллельно с перспективой интервенции. Немножко забавно совпадение этих вещей. Туда и туда мы сразу обидеть войну не можем. И я считаю, что мы не должны вмешиваться, должны выбрать. И я думаю... Одну из сторон. А мы не выбрали, да, ни одну из сторон? Вперед только сейчас с успехом. Ура. Ура, товар. Хм. Ура, джентльмэнс. Ладно, возможно, он действительно прав. Давайте доделаем вот эти фокусы. У нас здесь есть неплохие бафы на экономику. И будем планировать сейчас выстку. Благо, у нас теперь есть очень неплохие здесь острова. Наша армия идут на восток. Эти ребята еще дообучаются здесь. Хотя тоже сейчас уже, я думаю, в портах мы будем держать, чтобы они готовились к переброске. Ну и на всякий случай, пускай, конечно, гарнизоны будут здесь. Хотя очевидно, что синдикаты на нас не нападут, пока они не закончат свою внутреннюю войну. Или французы еще против Либерии зачем-то обосновывают войну. Причем прям обосновывают даже не фокус. А ладно, все, что я могу на это сказать. Мне встретились, как сразу стало приятно. Мне здесь не нужно закупать ни Вольфрам, ни Хром. Лишь немножко стали. Ну, да, я бы сказал все-таки немножко, но это то, что мы можем себе позволить. И да, я оставляю возможность автоматически выбрать первый вариант. Просто я бы очень хотел успеть наши дивизии довезти, но мы не успеем. А потому наш флот, кстати говоря, уже обученный. Подвигается куда-нибудь вот сюда. И будет контролировать здесь море, чтобы ребята успели безопасно доехать. И мы обыдяем войну Британскому Союзу, тому, который на островах. То есть фейковым британцам. Как-то вот так у нас, наверное, будут приказы флота. Флота сопровождает. Это у нас, собственно говоря, ударным соединением работает. Французов призываем туда же начальник штаба. А, ну вот этого парня, потому что у меня как раз этот слот свободен. Мы получаем военно-безнаселение и чуть-чуть слотов в пехотке. Отлично. Только да, как я вижу, у нас очень не хватает топлива. Но мы еще им займемся, как сможем. Самое главное, конечно, чтобы наши армии сейчас доехали и готовились. И да. Второй великрык начался, ребята. В следующей серии мы поедем возвращать в Британию. На своем был Дубгай. Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, движетесь, крутые, все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.